Здравствуйте! И вновь пришло время представить вам красочный калейдоскоп самых ярких событий уходящей недели. Ну а рассказывать о них, как всегда, с удовольствием будем мы, Ирина Ковалева и Марина Комиссарова. Ну а начнем мы с маленькой, но очень необычной новости. Дело в том, что некоторым рязанцам посчастливилось увидеть северное сияние в небе над нашим городом. Северное сияние, озарившее небо над Рязанью 17 марта, вызвало у горожан буря эмоций и удивления. Ведь с точки зрения большинства, этого явления в наших широтах быть никак не может. Но оказалось, что все немного не так. Как нам объяснили в обсерватории Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина, северное сияние, в том числе и в наших широтах, бывает регулярно. Например, на памяти Александра Ефимова, инженера обсерватории, такое бывало уже не раз. Примерно в 68-м году был максимум солнечной активности. И около 68-го года в наших широтах, вот непосредственно в Рязани, можно было наблюдать довольно часто такие явления. Однажды ночью, потревожные наши были жители, это в районе Промска, с заревом, очень мощным. Вот население подумало, что это пожар. На самом деле это было очень сильное сияние. В этот раз сияние было не столь сильным, однако некоторым рязанцам удалось его запечатлеть. Здесь же, в обсерватории РГУ, нам объяснили природу этого явления. Это свечение, которое происходит от взаимодействия движущихся частиц, электронов, протонов и так далее, от взаимодействия с атомами и молекулами нашей атмосферы. Чем энергичнее частица и больше ее массы, она пробивается в более глубокие слои атмосферы, вызывает большее свечение. Получается, что это необычное явление стало следствием сильнейшей вспышки, которая произошла на Солнце 15 марта. Она породила поток достаточно интенсивного солнечного ветра, который достиг Земли примерно через трое суток. Именно силы этого потока и значительная масса частиц и стали причиной Рязанского северного сияния. Но на этом сюрпризы не закончились. Буквально через несколько дней, а именно 20 марта, произошло солнечное затмение. Луна закрыла светило примерно на 60%. Полное же затмение можно будет увидеть чуть меньше, чем через год, в начале марта 2016-го. Собирать своими руками из мелких деталек модели танков, самолетиков и машинок – занятие весьма увлекательное. И, как оказалось, занимаются этим не только дети, но и взрослые, вполне состоявшиеся люди. И те, кто действительно увлечен стендовым моделизмом, способны превратить это занятие в настоящее искусство. Самолеты и танки времен Великой Отечественной войны, боевые машины современности, памятники мировой архитектуры и даже мифические персонажи – все это можно увидеть на ставшей уже традиционной выставке стендового моделизма и военно-исторической миниатюры «Забытое сражение». На эту выставку каждый год собираются люди из самых разнообразных городов нашей страны и даже зарубежья. Прибывают сюда экспонаты из Ханты-Мансейска, Волгограда, Санкт-Петербурга. Ну а в этом году, по словам организаторов, им удалось еще больше расширить географию участников. Очень много в этом году появилось людей из городов, которые никогда у нас не участвовали, которые мы не могли найти точки соприкосновения, то есть модельной жизни мы там не видели. Там нет модельных магазинов, там нет каких-то клубов по интересам модельных. То есть есть люди, которые где-то по квартирам собирают. В этом году такие люди неожиданно появились, наконец, отчасти благодаря сети интернета, которая позволяет связываться. И то, что вот из Саранска, из многих городов Подмосковья появились новые люди, из Минска, из Белоруссии, наконец-то в этом году к нам приехали модели, были пересланы. Это говорит, наверное, о том, что наша выставка все-таки достаточно известна на просторах, ну, по крайней мере, центрального региона, возможно, и дальше. Одной из причин, по которой люди едут сюда из столь дальних мест, является возможность пообщаться между собой, поделиться опытом и немного посоревноваться. Ведь это не просто выставка, но еще и конкурс, по итогам которого будут определены лучшие из лучших. Все это, конечно, важно, но тем не менее не является главной целью выставки. Она у нас в этом году приурочена к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Также проходит тема столетия Первой мировой войны через нее, вот, посредством экспонатов, которые здесь есть, и 110-летия окончания русско-японской войны. То есть это как бы просветительская задача. Рассказ о нашей истории, ну, возможно, не только о нашей, о российской, а, в общем-то, о всемирной истории, но через призму моделизма, посредством миниатюр. Действительно, большая часть представленных экспонатов касается именно военной тематики. Причем это не только техника, но и так называемые диорамы, целые композиции, раскрывающие какое-то конкретное историческое событие. Авторы при создании подобных работ стараются максимально приблизить их к реальности и даже прилагают к работе своеобразные исторические справки, подтверждающие подлинность изображенного события. А руководителю этой работы исторические справки не нужны. Елена Лемус сама пережила блокаду. Предоставленные диорами она и ее ученики показали не только дорогу жизни, но и дорогу победы, железнодорожную колею, действующую в месте прорыва блокады. Пожалуй, в этой работе важна не столько точность деталей, сколько сама память об этом событии. Но таких экспонатов немного. В основном моделистам важно абсолютное сходство с выбранным ими объектом. Можно любую модель собрать за вечер, за два, ну за три, если она большая и сложная. Ну так, как получится игрушка. Если вы хотите, чтобы она действительно была такая, как настоящий образец, бывает так, что вот ставят где-то на фоне самолет в подвешенном состоянии на фоне неба или просто вот в отрыве от остальных предметов, чтобы ничего не было видно. Вот иногда бывает полное ощущение, что это настоящая боевая машина. То есть грань уже стирается, если не видно масштаба. Вот для того, чтобы так работать, люди уже стараются, работают иногда неделями и месяцами над моделью. То есть шлифуют каждую деталь. Опытные моделисты доходят до того, что им мало тех деталей, которые есть в специальных наборах. Тогда они начинают усовершенствовать свою модель теми составляющими, которые не предусмотрены инструкцией, делать какое-то внутреннее убранство. Это уже как бы называется конверсия, более усложненный способ. И, наконец, есть моделисты, которым и этого тоже мало. Они хотят собрать то, чего, в общем-то, наши фабрики и зарубежные не производят готовых заготовок. Тогда они находят чертежи, берут какой-то материал, который им понравится. Вот тут есть модели, собственно, авторской разработки из бумаги. Есть модели, у нас стоят авторские полностью. Они сделаны из пластика, из тонких листов. Люди по чертежам режут, краят, клеят, потом красят. И получается единственная, вообще уникальная в своем роде модель, то есть, которая есть только у них. Одним из примеров подобных моделей может послужить вот этот экспонат. Глядя на эту боевую машину, ни за что не догадаешься, что сделана она из картона. Детальная проработка и абсолютное сходство с оригиналом поразило членов жюри. И уже сегодня можно говорить, что эта работа будет в числе победителей. Кстати, подведение итогов назначено на 11 апреля, но до этого времени все желающие могут познакомиться с историей забытых сражений. Выставка работает на втором этаже торгового дома «Десяточка». Каждый день в нашей повседневной жизни мы используем ножи. И почему-то никогда не задумывались над тем, каких видов они существуют, и для чего конкретно предназначен тот или иной вид этого оружия. А в Рязанском Кремле решили рассказать целую историю клинка за последние два столетия. Город Павлово Нижегородской области один из древнейших центров железоделательной промышленности России. У рязанцев уже была возможность познакомиться с основными его промыслами в 2014 году, когда в Рязанском Кремле открывалась выставка «Павлова слесарная столица». Сегодня же рассказ о павловских умельцах, которые в своем искусстве обработки металла соперничали с туляками, продолжается в новой экспозиции. И если в 2014 году рязанцы могли полюбоваться миниатюрными замочками позапрошлого века, то в этот раз главными действующими лицами выставки стали ножи, которые изготавливались и продолжают изготавливаться в большинстве населенных пунктов Павловского металлообрабатывающего района. В сущности, как говорится, замок, он ведь разновидностей имеет не так много. Вот и по форме, и по типу устройства. А нож он может быть практически каким угодно. Он может быть и строительным, например, он может быть и медицинским, он может быть, скажем там, и для обработки кожи. Он может быть и самым элементарным столовым ножом быть. А может быть действительно просто сувениром игрушки, декоративным ножом. Все типы ножей, перечисленные директором Павловского исторического музея, рязанцы могут увидеть на выставке в Ножевом царстве в нашем государстве. Более 150 экспонатов расскажут вам об истории и развитии этого промысла. Здесь можно увидеть ножи, которые сегодня нами уже не используются. Например, кожевенный нож, нож для полки сахара и резки сыра. Есть даже штукатурный нож, который у современных мастеров уже не в ходу. Если говорить о каких-то ножах, которые попали, ну, не так давно. Вот, например, достаточно интересная история у ножа охотничьего, который в 30-х годах прошлого века сделали ворсминские мастера в подарок Павловскому местному, так скажем, партийному деятелю, секретарю горкома и депутату Верховного совета первого созыва Федору Семеновичу Уралову. Нож этот, естественно, хранился в семье Федора Уралова, но после того, как умер его сын в начале нулевых годов, оказалось, что, в общем-то, внукам все это добро не надо, они решили на этом немножко денег себе заработать и отправили все это дело в Нижнем Новгороде в антикварные магазины. И вот я несколько месяцев тогда ходил, ждал, когда они начнут снижать цену, когда они поймут, что они, в общем-то, бешеную цену завернули. И, в конце концов, выкупил то, что считал наиболее интересным, из этих вещей выкупил вот этот самый нож. В коллекции Павловского исторического музея есть поистине уникальные экземпляры. Здесь можно увидеть и ножи, сделанные в форме различных зверей и птиц, и даже нож-автобус, выполненный в память о специальной модели паст-турист. Она получила приз на выставке во Франции, но серийной не стала. И теперь посмотреть на этот автобус можно лишь вот в таком оригинальном виде. Некоторые экспонаты были сделаны специально для Павловского музея, например, вот этот уникальный нож-свинка, состоящий из ста предметов. Здесь же вы найдете нож-гигант длиной около метра и нож-малютку, размер которого в разложенном виде составляет девять десятых миллиметров. Своими глазами увидеть работу современного Павловского левши и все остальные уникальные экспонаты можно в выставочном зале Певческого корпуса Бризанского историко-архитектурного музея-заповедника. Сумасшедший ритм городской жизни, суета, небоскребы иногда очень утомляют. И в такие моменты особенно остро хочется окунуться в атмосферу российской глубинки с ее размеренной жизнью. Пейзажи Владимира Подгорного для современного городского жителя выглядят необычно. Сток сена в сумерках или тропа, проложенная через сугроб к колодцу. Это звучит как весточка из другого измерения. Русская деревня с ее особым укладом постепенно становится историей, но не будет забыта благодаря кинематографу, литературе и живописи. В том числе увековечил этот чудесный мир на своих полотнах и Владимир Подгорный. Он в свое время делал сериал-картин по есенинским местам. То есть он как бы, ну, человек, так сказать, с корнями украинским приехал в Рязани и про них ситуают вот тем образом Рязанского края. И вот в данный момент выставка, ну, очень интересная, на мой взгляд. Я думаю, что, ну, для нас это, я говорю, повторяю, это очень большой подарок для нашего рязанского ценителя искусства. В выставочном зале Союза художников открылась персональная выставка Владимира Андреевича, приуроченная к его 75-летию. Здесь можно увидеть 81 работу автора, в том числе 13, из частной собственности Рязанского художественного музея. К сожалению, сам автор находится в больнице, но, так сказать, он уже болеет довольно-таки продолжительное время. Ну, здесь очень интересно. Вот я зашел, я первый зашел, когда мне было народу, посмотрел. То есть, конечно, Владимир Андреевич, я его уже знаю, как только сюда приехал после окончания учебного заведения в Москве. Я просто смотрю, что он такой, как бы, был, так он остался себе верен. Он, во-первых, закончил Киевский институт художественный, он, как бы, у него школа, так вот, наша, так сказать, дружественно-украинская, поэтому он, как бы, цвета по сравнению с нашими рязанскими художниками, те, которые приходили в нашу школу рязанскую, он такой более цветной, мазистый, при том, при всем он очень такой, как бы, вроде бы цвет берет такой наивный, на самом деле, очень тонкий и хороший художник. На полотнах автора чаще всего изображено переходное время, ранняя весна или поздняя осень, легкая грусть сумерек, мягко окутывающих межсезонье, очарование русской глубинки, звенящая тишина, которая выходит из картин прямо в выставочный зал и становится доступной каждому зрителю. На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых, интересных событий. Всего вам самого доброго!